Здравствуйте, друзья! С вами на связи Эдуард из Германии и я записываю второе видео по BitGold. Итак, вы сейчас находитесь в моем кабинете BitGold, то есть это основной кабинет, не реферальная программа, а именно BitGold, тот, где можно покупать золото и продавать золото и различные использовать криптовалюты и обычные валюты, то есть основной вот этот вот кабинет. По первой ссылке вы по нему регистрировались. Как вы видите, уже здесь, например, даже за кого-то у меня стоит валюта евро, за кого-то платят 8 евро, за кого-то платят 80 центов за регистрацию по первой ссылке. Это зависит тоже от страны, как я вам писал в документе, который вы видели в гугле. В основном из опыта могу сказать так, по опыту могу сказать так, за страны СНГ платят 1 доллар за регистрацию в основной системе, за Германию, Америку, Швейцарию, платят 8 евро или 10 долларов, около 10 долларов за регистрацию в системе. Второй вопрос был от партнеров, где найти реферальную ссылку. Вот сверху у вас есть такое вот небольшое меню. В этом меню вы нажимаете на сердечко, пригласить друзей, и появляется ваша реферальная ссылка, вот в таком она виде. Если вы ее отсюда скопируете, впереди, пожалуйста, поставьте HTTP, потому что без HTTP эта ссылка не будет работать. Или же, если вы хотите быть уверены, что у вас эта ссылка будет правильно скопирована, наведите мышку на эту ссылку, нажмите правую кнопку мышки, и у меня на немецком, но у вас, если на русском, выберите копировать адрес ссылки. Вот я сделаю, и тогда вы будете уверены, что действительно вы скопируете правильную ссылку. Вот смотрите, я так сделал, сейчас вот сюда внесу, просто чтобы было вам видно ее добавить. Видите, и впереди появилась HTTPS. Это очень важно, если вы будете отправлять ссылку без вот этого HTTPS, то ваши люди не будут попадать именно на ваш бэк-офис, не будут регистрироваться под вами. Где загружать документы? Если вы уже зарегистрировались по первой и второй ссылке, и получили на ваш email письмо от компании с линком для подтверждения вашей регистрации, и получили смс-ку на ваш мобильный телефон с кодом, который вы тоже ввели, то есть эти два этапа вы уже прошли, то вы можете зайти вот здесь в настройки. В настройках вы можете заполнить личную информацию, загрузить фотографию. Я считаю, что это, например, намного приятнее, чем общаться с неизвестно с кем, когда вы видите фотографию вашего человека. Вы можете поменять пароль, вы можете добавить ваш банковский счет для того, чтобы выводить деньги на банк. И вот эта вот последняя вкладочка, очень важная, Identity. Вот именно в этой вкладочке нужно загрузить ваш скрин паспорта. Он должен быть в формате JPEG или PNG, то есть это картинка. PDF формат не проходит. У вас есть несколько вариантов. Вы можете первый вариант загрузить здесь. Второй вариант, вы можете использовать веб-камеру и сфотографировать себя с вашим паспортом. И третий, отправить ваш документ по электронной почте. Я считаю, что самый простой просто загрузить здесь. Поэтому давайте нажмем на Browse и вот выберем подтвердить. Все, я загрузил свой документ. Да, как видите, если я выхожу и захожу снова, то вот это вот остается, что вы уже загрузили ваш документ. Остается только, чтобы его проверили и подтвердили вашу верификацию. Напомню, что без того, чтобы загрузить документ, без этого шага вам не будут выводить ваши деньги. Далее, давайте теперь пойдем на аккаунт вашей партнерской программы. То есть это та вторая ссылка, по которой вы регистрировались. Здесь тоже у многих возникает вопрос, где находится моя ссылка. Значит, для того, чтобы найти вашу ссылку, вы идете вот сбоку, заходите в меню Dashboard. Вот оно, это меню у меня открыто. Здесь есть такое поле Future Offers. И аккаунт Sign Up. Нажимаете на этот аккаунт Sign Up. И у вас появляется вот такая вот длинная ссылка вот здесь. То есть сделайте короткую ссылку. Вот, вы нажали и у вас здесь появилась ваша короткая ссылочка. Вот это и есть ваша вторая ссылка на реферальную программу, по которой вы будете давать людям и они будут по ней регистрироваться. Что еще я хотел сказать, это про изменения в оплате. Если вы видели в первом видео, я там сделал такие сноски со всеми изменениями. Но если мы коротко по ним пройдемся, давайте открою свой файл уже с изменениями. Так, вот он. Значит, за регистрацию участников по вашей первой ссылке вы получаете от 1 до 10 долларов. Или от 0,025 грамм золота до 0,25 грамм золота. Зависит от страны, как я вам уже и говорил. СНГ это 0,025 или 1 доллар. И Германия, Америка, Швейцария 0,25. То есть около 10 долларов. Это первый вид заработка. И второй вид заработка, если вы помните по видео, здесь был список очень много разных стран. И за разные страны по-разному платили. Теперь они все это изменили. И они платят за любую страну 5 канадских долларов. Или это получается около 4 американских долларов. Для того, чтобы отслеживать все вот эти изменения, которые происходят в бэк-офисе по оплате, это тоже нужно в дашборде и тоже в фьючеред-оферсе это все стоит. Давайте мы туда вернемся. Вот видите, что стоит здесь. 5 канадских долларов. For account sign up. ID этого предложения 18. И будет действительно 272 дня. На все страны. И последняя тема на сегодня. Это как заказать карту от компании Bitgold. Если вы находитесь в вашем кабинете, то внизу есть у вас вот такая кнопка поддержка. Нажав на эту кнопку, вы попадаете на страничку поддержки. Она, правда, только на английском языке. И в поддержке есть разные темы. В том числе тема по карточке. Вот эти все темы здесь описаны. И вот она тема о том, как заказать карточку. Естественно, зайти в свой кабинет и нажать на Repaid Card. Давайте мы будем параллельно это все и выполнять. Repaid Card. Здесь вы должны выбрать валюту, в которой вы хотите карту. Кому какая удобнее. Кто живет в Англии, тому фунты. Кто живет в Евросоюзе, тому евро. Я думаю, что для всех жителей СНГ будет удобнее доллар. Я выбираю евро и нажимаю заказать карту. Карта заказывается бесплатно. Она ничего не стоит вам. Единственное, идет у нее сборы 1% за пополнение карты. Так, вот видите, у меня стоит здесь все по-русски. И это дело мы все, естественно, убираем. Электронная почта. Дата рождения. Место рождения. Ваш домашний адрес. Город, страна, индекс. Если вы заполняли уже профиль, то эти основные данные у вас уже будут стоять. Личная информация. Здесь нужно загрузить копию вашего паспорта. Или вот здесь вот еще у нас сказано, какие конкретно документы можно. Четвертый пункт. Вот смотрите, паспорт. Идентификационная карта. Водительские права. Номер социального страхования. Обязательно, чтобы это все было на английском языке. То есть, если вы загружаете паспорт, то это должен быть загранпаспорт. Документы латиницы компания не принимает. Итак, выбираем, какой вид документов загружаете. У меня будет идентификационная карта. Номер. Вопрос, конечно, интересный. Загружаем. Нажимаем продолжить. Следующее, что нужно загрузить, это любой счет. За коммунальные платежи, например. Или кредитные карточки счет. Или телефонный счет. То есть, все, что у вас есть. Но это все должно быть, опять-таки, латиницей. И обратите внимание, что только в формате картинки PDF нельзя. Я такой счет заранее подготовил. В конце видео я вам покажу, как вы можете сделать счет, чтобы он у вас был латиницей. Загружаем. Нажимаем продолжить. Заказ на карточку готов. В течение 48-72 часов он будет обработан. Будут сообщены нам детали. То есть, пин-коды и все остальное. И в течение следующих 10-15 дней карточка будет выслана. Нажимаем опять продолжить. Все. У нас стоит еврокарт. Заказ в процессе. То есть, это все было совершенно несложно. Итак, что нужно сделать для того, чтобы получить счет на английском языке или любом иностранном языке для вас. Если вы проживаете в стране СНГ, у вас, естественно, нет ни счета за коммунальные услуги, ничего на иностранном языке. Идем на страницу eBay. Все знают, что такое eBay. Вам совершенно не обязательно быть там зарегистрированным. Если вы зарегистрированы, то, конечно, у вас могут быть уже счета на любом из иностранных языков. Если нет, ищите на eBay товар, который с доставкой по всему миру. Вот я нашел, например, шлем. Он идет с доставкой по всему миру. Нажимаем купить. И дальше в eBay есть такая функция покупка без регистрации. Покупка как гость. Вот вы нажимаете именно на эту кнопку покупка как гость. В качестве гостя. Выбираете вашу страну. Вот мы уберем, например, Россию. И поехали заполнять. Дальше. Вот у вас есть такое вот подобие счета. Мы просто делаем скриншот его. И загружаем в Paint программу. И начинаем обрезать. Например, вот эти вот кнопочки все я бы тоже поубирал. Вот это тоже я уберу, потому что она может показать, что это не счет. Так, не совсем тот цвет. Вот. Вот это тоже. То есть лишние все эти тексты уберем. Вот. Сохранили. Здесь есть ваше имя, ваш адрес, ваш телефон, ваш email. В принципе, может сойти за покупку. Сохранили все и прикрепили потом. Вот таким образом можно попробовать сделать счет, даже если его у вас на иностранном языке нет. Спасибо. Спасибо.